Приветствую! Как получить военный билет без посещения ТЦК и прохождения ВЛК? Даже без установки резерв плюс и без обновления данных? Даже в том случае, если вам уже 40 лет, а последний раз в военкомате вы были лет 20 назад, и у вас есть только лишь припасное посвящение, которое вы, возможно, уже потеряли. Так вот, даже в этой ситуации вы можете получить полноценный ввод, использовать его во всех тех случаях, где от вас это требует законодатель. Как это сделать, об этом мы сегодня и поговорим. И в этом видео вы получите инструкцию о том, как получить ввод. И хочу сразу заметить, что это не просто какая-то теория, это не просто то, что написано в законе, это то, что мы видим уже на практике, и многие мои клиенты уже воспользовались этим способом и сформировали такой военный билет. При этом хочу отметить, к сожалению, к огромному сожалению, этот способ доступен не всем. Ну, вернее, доступен он всем, но получается не у всех. С чем это связано? Понятно, связано с наполнением базы Абарих, потому что не о всех людях там есть данные. Итак, о каком способе я говорю? О способе получения ввод через портал ДИЯ. При этом, обращаю ваше внимание, это не получение ввод через приложение ДИЯ. В приложении такой функциональной особенности нет. Это можно сделать только через портал ДИЯ. Как получить военный билет через ДИЮ? Смотрим. Для этого мы заходим на сайт ДИЯ.ГОВ.ЮА. Выбираем вот здесь каталог послуг. Здесь мы выбираем вот этот раздел довидки-товытяги. И в довидках-товытягах пролистываем в самый-самый низ. И вот здесь последний раздел – это висково-облековый документ. Кликаем сюда, и, собственно говоря, у нас здесь одна единственная кнопка по дате заяву. На нее мы и жмем. И когда мы нажали на нее, нам предлагают что сделать? Авторизоваться. Здесь вы, соответственно, выбираете тот способ авторизации, который удобен вам. То есть, если у вас есть ДИЯ, вы можете зайти через ДИЯ Питпес. Если вы хотите не использовать ДИЮ, да, приложение ДИЯ, то вы можете зайти через файловый, либо через аппаратный ключ. После этого, буквально в течение 5-10 минут, к вам приходит, соответственно, ответ. И ответ может быть двух типов. Первый тип – вам генерируется военно-учетный документ. И там будут все те данные, которые есть на вас в системе Аберик. И, соответственно, будет и QR-код, по которому его можно проверить. И вот этот военно-учетный документ, который вы генерируете через ДИЮ, это будет полноценный ввод, который можно использовать везде. Для поступления в университеты, для трудоустройства. Даже консульства Украины просят именно вот эту распечатку. При этом хочу сразу отметить, что, к сожалению, есть люди, у которых это не получается. И им в ответ приходит, собственно говоря, негативный ответ. И говорят, что не удалось сгенерировать. Вот. Почему так? Потому что ваш ТЦК не внес данные о вас в систему Аберик. При этом, конечно же, многих из вас беспокоит вопрос. Стоп, но если я так попробую, это же значит, что я передам им данные? Нет. Это так не работает. И вы, когда пробуете сгенерировать ввод через ДИЮ, вы, по сути, что делаете запрос на те данные, которые есть у вас в системе Аберик. И если они там есть, вам в ответ на этот запрос приходит военно-учетный документ. Если в системе Аберик нет о вас данных, то и ответа нет, и ваши данные эти, по сути, они не считаются обновлены. То есть, если вы вот в течение 60 дней не обновили данные, а сейчас взяли, зашли и через ДИЮ попробовали сгенерировать военно-учетный документ, это не значит, что это приравнивается к обновлению данных. Нет. Там даже больше, там же не все эти данные даже передаются. Плюс там нет возможности выбрать адрес и все такое. Поэтому здесь, по этому поводу, не нужно вообще о чем-то думать, о чем-то переживать. Если ваши данные в Аберик есть, значит военно-учетный документ у вас будет. Если нет, они там, вследствие того, что вы воспользовались этим сервисом, не появятся. Теперь переходим к следующему вопросу. Безусловно, есть люди, которые сейчас уже говорят, что Олег, ну а при чем здесь военный билет, полноценный военный билет в бумажной форме к вот тому, о чем ты говоришь, к какой-то, какому-то файлику, который будет сгенерирован через ДИЮ. Они вообще что, как-то юридически равны? Есть где-то статус вот этого электронного ввода у нас? Да, есть. И сейчас я, чтобы не быть голословным, покажу вам ту постанову Кабмина, которой, собственно говоря, этот вопрос и урегулирован. Итак, смотрим. У нас есть постанова 559, которой утвержден порядок оформления, создания и выдачи военно-учетного документа для призывников, военно-обязанных и резервистов. И вот этот порядок предполагает две формы военно-учетного документа. В бумажной форме и в электронной форме, который генерируется через электронный кабинет военно-обязанного. Ну, а мы с вами помним, что по заявлениям министерства, да, и хотя этого мы не видели в действующем законодательстве, система резерв вообще приравнивается к электронному кабинету военно-обязанных. Так вот, здесь главное что? Вот мы пролистываем эту постанову 559, и вот в ней есть вот такой пункт 9, где написано «Вейсково-обликовый документ в электронной форме, у тому числи роздрукованный, та вейсково-обликовый документ у паперовей форме, мают однаковую юридичную силу». Еще раз мы видим, что здесь прямо указано. Вот в электронной форме, даже если это распечатка его, имеет ту же юридическую силу, что и в бумажной форме. Безусловно, те из вас, кто разбирается в вопросе, еще расскажут «Олег, но ведь нигде не написано, что резерв плюс, что ДИЯ – это электронный кабинет военно-обязанного». Вот вы абсолютно правы, действительно, это нигде не написано, но я здесь исхожу из практики, а практика нам показывает следующее. Первое. ТЦК признает резерв плюс. И не надо сейчас ссылаться на те 3-5 видео, которые есть в сети. Я знаю, что ТЦК принимает резерв плюс по опыту, по многочисленному опыту моих клиентов. Да мы уже десятками получаем, может даже уже на сотни перешли отсрочек, лишь при наличии резерв плюс, вытяга с резерв плюс. Мы отправляем в ТЦК почтой, вот просто вытяг из резерв плюс, и этого достаточно для того, чтобы получить отсрочку. Дальше. Приходя в консульство, у людей что просят? Вытяг из резерв плюс. В вузы люди поступают с вытягом из резерв плюс. На работу уже берут с вытягом из резерв плюс. Ну вот, есть практическое подтверждение тому, что вот эта бумажка, вот эта распечатка, она де-факто не только де-юре, но даже не столько де-юре, сколько де-факто уже заменила военный билет. Полноценный военный билет, скажем так, в бумажной форме. Поэтому, друзья, ну что можно сказать? Пользуйтесь этим и реализуйте те права, те ваши возможности, которые сейчас могут быть ограничены из-за того, что у вас нет военно-учетного документа. Все. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Его название вы видите вот здесь на экране, а ссылочка есть в описании к данному ролику. Ну и традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.